Я, скорее всего, известен по одному из четырех проектов. Первый – мифологический инвизатор, второй – генератор стихов, третий – кластеризация новостей и моя основная работа в Яндексе. И четвертый – это модели суммализации. И здесь я буду рассказывать про один большой проект, который мы называем «Сайга», который я делаю вместе с Сашей Кукушкиным, Сашей Николичем и еще около десятью людьми. Вот. И я начну, наверное, с демо, потому что это самый простой способ начать. Сейчас гифка обновится, и будет понятно, что происходит. «Сайга» – это чат-бот. Это чат-бот, по сути, лама, дообученная на инструкции и на разговоры. И, собственно, здесь вот в демке, здесь есть три демки. Первая демка – это классический вопрос «Почему трава зеленая?», на который ожидается ответ «Потому что фотосинтез». Вторая демка про roleplay и третья демка про бизнесовые задачи. Ну, здесь вот я задаю вопрос «Почему трава зеленая?». Модель отвечает, что бла-бла-бла, фотосинтез, бла-бла-бла, холорофилл, бла-бла-бла способен поглощать свет в определенных диапазонах и так далее. Ну и дальше я задаю какие-то вопросы по той же теме в стиле «Если бы растения росли на Марсе, холодный цвет они были». Модель в целом адекватно отвечает, что там нужно, чтобы была атмосфера, чтобы был кислород. Если там не будет атмосферы, не будет света, будет плохо. И на Марсе в целом холодно. И в итоге он говорит, что цвет будет красный или желтый. Во второй демке, собственно, roleplay. В качестве системного трамта мы задаем какого-то персонажа. Здесь в качестве персонажа задан Арсен Люпен, очень известный благородный вор и мошенник. Собственно, есть целая сеть романов про него, а также несколько фильмов, сериалов и так далее. И, собственно, тут нам модель отвечает, что мы ее спрашиваем, как украсть картину из музея. Она говорит, что нужно собрать команду, что нужно, значит, подготовиться. Если у вас не получится, вы сядете в тюйму. Я ее спрашиваю, ты сам когда-то крал картину? Она говорит, да, конечно, крал. Даже была картина, которая стоила миллион долларов. И в целом я очень хороший вор. Ну и третий пример – это извлечение информации из текста. Есть какой-то документ, и мы хотим просто издеть JSON по этому тексту. Это такая достаточно бизнесовая задача. Ну, то есть, условно, вам не нужно писать свой парсер. Вы просто берете, говорите, хочу сделать вот так. И она делает. Ну, и, как вы уже поняли, в целом цель – сделать открытую русскую чат-GPD. И, вообще говоря, задача для людей, у которых нету 50 GPU на полгода, не самая-то идеальная, особенно учитывая, сколько вообще есть базовых моделей для русского языка и какого они размера. Но мы в итоге все-таки шли попробовать, и вроде что-то получилось. Тут очень важный момент. Таня говорила про два датасета, по сути, точнее, про два подхода. Первый подход – это InstructGPT, а второй подход – это Flan. Чем они отличаются? Flan – это мы берем просто какие-то готовые на лп-задачи и из них делаем датасет с инструкциями. Используем много шаблонов и так далее, но это все равно какие-то данные достаточно далекие от реальных данных. А второй подход – это InstructGPT. Это когда мы сажаем кучу людей и заставляем их писать инструкции для модели. И с Flan принципиальная проблема на самом деле, про которую Таня не сказала, в том, что Flan работает с определенного размера модели. И вот эта картинка из самой статьи про Flan говорит о том, что такой размер – это 8 миллиардов. Внимание, вопрос. Существует ли базовая модель на русском языке с размером больше 8 миллиардов? Спойлер, ответ нет. Максимальная модель имеет полтора миллиарда, если мне не изменяет память, которая root GPT-3XL. Соответственно, Flan работать не будет для русского. И когда мы это осознали, мы поняли, что нужно что-то с этим делать. Хотелось бы как-то перейти к подходу InstructGPT, потому что он-то как раз работает для любого размера моделей. То есть тут по оси X видно, что InstructGPT работает даже для двух миллиардных моделей. Но при этом у нас нет денег, чтобы нанять 40 человек и посадить их писать 24 на 7 инструкции. Ну и здесь часть переписки моей с Сашей, с двумя Сашами, в которой мы этот вопрос решаем. Нам повезло. Когда мы поняли, что существует такая проблема, это было примерно 23-24 марта, за 4 дня до этого вышла альпака. Альпака – это очень интересный подход, который позволяет вытаскивать такого формата инструкции из чат-GPT. Ну, в оригинале, конечно, из InstructGPT, но мы в итоге сделали из чат-GPT. И, собственно, мы это и сделали. Мы сделали русскую альпаку. Ну, то есть суть оригинального досета, что есть InstructGPT, он придумывает инструкцию и ответы. Есть какой-то сидлист из вручную написанных примеров, и мы во фьюшот-режиме задаем вопрос GPT. Пожалуйста, сгенерируй нам новые инструкции и ответы к ним. Собственно, да, и в итоге там есть какие-то технические детали в стиле. Мы отсеиваем дубликаты инструкций, пора уж. Мы еще немножко делаем exploration, подсовывая во фьюшот-промп те примеры, которые модель сгенерировала на прошлых шагах. И мы сделали то же самое. Мы вместо InstructGPT разве что взяли чат-GPT, все промпты написали на русском, вместо 175 ручных написали 125, потому что там было лень. И в итоге получился датасайд из 30 тысяч итоговых примеров. Ну и после этого мы для каждой инструкции еще отдельно сгенерировали ответ. Ну то есть отдельным запросом в чат-GPT с максимальным контекстом 3000 токенов. Собственно, вот пример такого сгенерированной инструкции и сгенерированных ответов. Собственно, задание, напиши, пожалуйста, рецепт, определенный вот с такими ингредиентами. Есть ответ, который был при первом прогоне, когда модель генерировала одновременно инструкции и ответы. И есть ответ при втором прогоне, когда модель отдельно отвечала на эту инструкцию. Ну и, как в целом видно, примеры адекватные. Насколько адекватны мы чуть позже поговорим. Вот так выглядел фонд. Собственно, тут суть в том, что составь, пожалуйста, набор из 15 разных заданий для обучения языковой модели. То есть мы прямо говорим чат-GPT, чего мы хотим. То есть чат-GPT знает, что она генерирует примеры для другой языковой модели. Ну и, собственно, какой-то список ограничений в стиле генерируй максимально непохожие инструкции. Они должны быть выполнимы языковой моделью, используя грамотный русский язык. Сами задания должны быть достаточно короткими, а ответы должны быть длинными. Ну и здесь вот фьюшот шаблон. Типа у нас есть 4 задания, которые мы взяли либо из сид-листа, либо из уже сгенерированных заданий. И мы просим чат-GPT сделать похожие инструкции. Вот. И в итоге у нас получился датасет из 30 тысяч примеров. И мы попросили людей оценить, насколько это хороший датасет. Такая была инструкция. Это все не так важно. Важно, что от 80 до 90% заданий корректны. И от 60 до 70% ответов корректны. То есть в целом получился вполне адекватный датасет. И насчет цены. Чат-GPT очень дешевая. Она крайне дешевая. Если вы думаете, как вам решать очередную новую задачу, скорее всего, дешевле будет решить ее через чат-GPT. То есть вот эти 30 тысяч примеров нам обошлись в 70 долларов. При том, что мы как бы сам датасет могли сделать в 10 раз дешевле. Но из-за того, что мы делали отдельный вызов к чат-GPT, мы потратили 70 долларов. Иначе мы могли потратить 7 долларов. То есть 30 тысяч примеров за 7 долларов. Такая реклама чат-GPT получилась. Ну и кроме того, если использовать только первый прогон, то можно даже GPT-4 инфидить. Это все равно выйдет в нормальные деньги. И вот так выглядит результат. Это датасет, выложенный на хракинг-фейс. Тут видно, какие поля тут есть. Есть само задание. Есть какие-то входные данные. У большинства примеров никаких дополнительных входных данных нет. Есть ответ с первого прогона. Есть ответ со второго прогона, где мы каждую инструкцию пихали отдельным запросом. Ну и остальные поля, они про разметку, которую делали люди. Вот про эти циферки, по сути. То есть мы для каждого примера, если там есть разметка, у нас указано, как люди оценили этот пример. И вот на этом датасете мы еще дообучили ламу. 7 миллиардную и 13 миллиардную. Мы на самом деле дообучили еще кучу других разных моделей. Там есть root-GPT, там есть FRED, там есть MT0. Ну еще парочка. Но вот лама, она работает лучше всех. То есть 7 миллиардная лама работает гораздо лучше, чем 11 миллиардная MT0. И в итоге мы дообучили модель на 30 тысяч наших примеров, и на 50 тысяч английских примеров, чтобы она лучше понимала, что такое инструкция и как на них отвечать. Кроме этого, естественно, мы обучали на одной карточке, потому что мы люди бедные, обучали с квантизацией 8 бит. То есть мы саму модель замораживали, квантизировали 8 бит и дообучали адаптер поверх этой модели. И кроме того, кроме GPU-версии модели, есть еще CPU-версии модели, которая сделана с помощью ламы CPP. Прикол такой модели в том, что вы можете ее запустить на своем ноутбуке. И она будет работать с хорошей скоростью. То есть вы можете взять 7 миллиардную модель, взять ее ламы CPP-версию, положить ее на ноутбук, и она будет работать. И она будет работать примерно со скоростью ЧАД-GPT, что довольно впечатляет. Вот. Это что касается первой датасеты из четырех. Второй датасет называется Сайгам. Его суть... Ну, то есть есть, опять же, оригинальная статья, которая называется Байдзе. Это статья китайских авторов. Байдзе — это мифическое животное китайское. И суть этого датасета в том, что ЧАД-GPT вместо инструкций и ответов к ним придумывает диалоги. Ну, то есть они задают какую-то тему, например, вопрос из Stack Overflow, вопрос из Quora, вопрос из медицинского датасета с вопросами и ответами. И ЧАД-GPT придумывает полностью диалог на эту тему между юзером и ассистентом. Мы сделали то же самое, как вы могли уже догадаться, но только поменяли промты на русский и сделали темы из русских источников, таких как русский Stack Overflow, Яндекс.Кью и Хаббер Q&A. В итоге получился датасет из 36 тысяч диалогов. Вот так выглядит рандомный пример из датасета. Есть какая-то тема, в данном случае, скорее всего, из Яндекс.Кью. В теме написано, где купить говорящего попугая, который умеет говорить. Ну и, соответственно, ЧАД-GPT генерирует ответы юзера, точнее, вопросы юзера, ответы ЧАД-GPT, вопросы юзера, ответы ЧАД-GPT и так далее. То есть диалог здесь выглядит так. Я хочу купить говорящего попугая, конечно, вам-то нужно обратиться туда-то, сколько это будет стоить, вот столько-то. Кстати, она откуда-то знает, что попугая стоит от 40-60 тысяч рублей. То есть она, скорее всего, знает в долларах, но она сконвертировала это, чтобы удобнее было. Ну и в целом получаются достаточно адекватные диалоги. Промпт для ЧАД-GPT выглядел вот так. Здесь нет ничего особенного, только разве что мы явно указываем тему и явно пишем правила для ответов пользователя и для ответов ассистента. Ну и заодно пишем небольшой фьюшот-фромпт, чтобы модель генерировала диалоги в правильном формате. И по цене то же самое. 70 долларов, более-менее такая константная циферка среди всех датасетов. Но здесь я уже оптимизировал скрипт, поэтому мы собирали не 5 дней, а 3 дня. И мы, конечно же, дообучили модель на этом. То есть мы взяли и root-рубальпаку, и сайгу, и еще взяли русскую часть share-GPT и русскую часть open-assistant. Обучили три версии модели, 7-миллиардную, 13-миллиардную, 30-миллиардную. Обучили, в смысле, квантизовали, квантизировали в ламу от CPP-версии. Ну и вот они все слева направо, как говорится. Можно пользоваться. Там единственный прикол с промтами. То есть из-за того, что это диалоговая модель, там нужно в специальном формате писать, где реплики юзера, а где реплики ассистента. Вот. Ну и после этого встал вопрос, насколько хорошо это работает. Ну то есть мы, конечно, все это сделали. Это все весело. Оно как бы на каком-то наборе из 10 тестовых примеров работает шикарно. Но хотелось бы оценить на более, в более адекватном формате. И мы сделали проект в Толоке. Там какие-то технические подробности, там перекрытие 5, банны по majority или за слишком быстрое выполнение, есть тренировка контрольное задание. Ну и в итоге мы агрегируем, ну то есть мы ставим ответы моделей side by side. То есть вот здесь вот есть инструкция какая-то наверху, есть ответ левой модели, ответ правой модели. Ну и юзеру нужно выбрать, какой ответ лучше. И в итоге каждое задание, каждую пару оценивает 5 человек. Если выигрывает левая модель, мы считаем плюс 1. Если выигрывает правая модель, мы считаем минус 1. Если ничья, то считаем 0. И, собственно, так оно и работает. Вот табличечки. Тут есть два запуска. Первый запуск – это была тестовая версия разметки, тестовая версия моделей. На эти циферки я бы не особо опирался, но в целом они достаточно репрезентативны. Тут видно, что 30-миллиардная модель лучше 13-миллиардной, а 13-миллиардная лучше 7-миллиардной, причем они лучше в одинаковой пропорции примерно. Ну то есть как бы шаг между 7-миллиардами и 13-ю такой же, как между 13-ю и 30-ю. Кроме этого, мы сравнили, естественно, с chat GPT нашей модели, потому что это финальная цель наша. И оказывается, что в целом 30-миллиардная модель достаточно конкурентоспособна с chat GPT. То есть по первому запуску выходило, что условно здесь вот 30-миллиардная сайга выигрывает почти в сотни случаев, а chat GPT выигрывает в 120 случаев, что в целом достаточно хорошая цифра. Но вот во втором запуске мы поправили некорректные задания некоторые, мы перегенерировали ответы chat GPT с большим контекстом, и циферки стали не настолько веселыми, то есть встал примерно 66 на 33. То есть 2 трети ответов в пользу chat GPT, 1 треть ответа в пользу 30-миллиардной сайги. И для того, чтобы в целом проверить, что толокерский проект работает корректно, мы оценили chat GPT против GPT-4 на этом же сете. Ну и здесь видно, что проект, скорее всего, корректный, потому что GPT-4 выигрывает с огромным отрывом. Вот. Такие дела. Кроме этого, мы еще оценили на Russian SuperGlume в зарашот режиме. Тут вот табличка неполная, но как бы лучшего у меня нет. Это все достаточно кустарно делается. И циферки, на самом деле, тоже достаточно приличные. Если особенно поиграться с промтами, например, на Donet.co.ar, у меня получилось для 30-миллиардной модели выбить 80%, что почти что-то чат GPT. Опять же. И если посмотреть на лидерборд, это на уровне там топ-5 моделей. Но те 5 моделей были файн-тюнины, а это зарашот. Такие дела. Это два датасета мы разобрали. Сколько у меня еще времени? Ну, еще минут 20, я думаю. Так что все успеем. Третий датасет, он называется GPT Roleplay Realm. Он про генерацию персонажей. И он на двух языках, на русском и на английском. Это очень особенный датасет для меня, потому что он не является копией никакого другого английского датасета. Это оригинальный датасет. Его суть в чем? В какой-то момент мы поняли, что у нас не работает системный промт. А он не работает, потому что он во все обучающие выборки одинаковый. Соответственно, хотелось как-то сделать так, чтобы модель научилась реагировать на системный промт. Параллельно с этим мне написало несколько людей, которые хотели сделать себе виртуальную девушку. Условно. Ну, то есть они хотели какой-то roleplay. И, собственно, совместив эти две хотелки, получился вот этот датасет. Его суть в том, что мы берем GPT 4, генерируем персонажей, генерируем диалоги, темы для диалогов с ними, генерируем сами диалоги, а еще генерируем портреты, чтобы было красиво. Портреты, ну, то есть самих персонажей генерируем с помощью GPT 4, темы генерируем с помощью GPT 4, диалоги генерируем с чат GPT, потому что дорого GPT 4 диалоги генерировать, а портреты генерируем с Кандинским. И в итоге получаем 400 персонажей разнообразных. Вот тут пример есть персонажа. Опять же, рандомный пример. Он просто в топ-3 был на Хаггинг Фрейс, поэтому я его взял. Вот Эмили. Она, значит, молодая ученая и изобретательница из параллельного мира в сеттинге стимпанка. Описана как-то ее внешность, описана ее черта характера. И там вот к ней есть 20 тем диалогов. Вот одна из них – ролевые модели и наставники в жизни Эмили. И вот здесь она, значит, часть GPT сгенерировала диалог с ней вот на эту тему. В стиле, вот вы молодая ученая, расскажите, пожалуйста, о своем опыте на наставничестве. Она отвечает, я неофициальный наставник, часто помогаю коллегам. Опять же, ей задается вопрос, как ты выбираешь своих учеников, какой самый большой вызов. Она рассказывает жизненную историю о том, как у нее есть друг, которому было 40 лет, и он начал вкатываться на опыт. Это все сгенерировала часть GPT. А портрет для каждого персонажа сгенерировал Канинский. Там есть какие-то технические детали по промтам. Все промты можно найти в иппозитории. Тут нет ничего особенного, разве что я перешел на генерацию JSON-ов. Просто потому, что их удобнее парсить. И по цене вышло не 70 долларов, вышло 110 долларов, что в целом тоже достаточно бюджетно. И, да, эффект тут очень понятный. Если вы помните из первых трех примеров, из первых трех демо, вторая демо была про Арсена Люпена. И как раз вот эта демо работает исключительно потому, что есть такой датасет. Вот датасет, он выглядит вот так. Тут есть имя персонажа, его описание, то, как он здоровается, пример диалога с ним, темы для разговора, диалоги по этим темам, промт, который подавался в генератор изображений, и изображение, которое сгенерировано генератором изображений. Плюс это не просто изображение, в нем закодирована информация об этих персонажах для того, чтобы ее можно было использовать в некоторых популярных фреймворках для роллплея. И четвертый датасет. Он на основе wizard.lm. Wizard.lm – это такая статья про то, что у нас есть какой-то уже существующий инструктор датасет, и мы хотим его усложнить. То есть сделать так, чтобы инструкции были не такими простыми. Ну и, соответственно, мы это делаем с помощью chat.gpt. И пока этот датасет не готов, почти закончилась первая итерация из, скорее всего, трех. Как только будет готов, я его выложу. Он даже в промежуточном состоянии есть на Hagenfrey, если можно найти. Все насчет датасетов. Сейчас я немножко успокоюсь, нормализую тетамп речи, и мы продолжим. Смотрите. Дальше мы разберем несколько общих вопросов. Первый вопрос – это вопрос лицензий. Мне часто поступали вопросы в стиле «Вы же сгенерировали датасеты с помощью chat.gpt». По terms of use OpenAI их же невозможно использовать. Но правда в том, что это не так. Датасеты можно использовать как угодно. Всем, кто их не сгенерировал. То есть меня OpenAI может засудить, вас не может. Ну, то есть у них в terms of use написано, вы не должны использовать наши выходы из наших сервисов для создания моделей конкурентов. Но вы же не принимали их в terms of use. Значит, эти terms of use на вас не распространяются. Это насчет датасетов. Насчет моделей. Все модели Lama-based. А это означает, что их нельзя использовать в коммерческих целях. С этим я сделать ничего не могу. Есть открытые модели, похожие на Lama, но, к сожалению, пока они работают для русского недостаточно хорошо. При этом Lora-адаптеры я могу распространять под свободной лицензией. Я это делаю. Но при этом, если вы используете их с оригинальной Lama-моделью, а по-другому вы сделать не можете, вы можете их использовать только для научных целей, к сожалению. Ну и есть еще код. Ну, с ним все понятно. Там Apache 2.0 и там все чистенько. Второй вопрос. Но есть же Sber и Яндекс. Зачем вы это делаете, если это делает Sber и Яндекс? Ну, ответ очень простой. Sber и Яндекс не собираются ничего выкладывать в открытый доступ. Сбер собирается, но Sber выложит только базовую модель. И это идеально подходит для нас, потому что мы можем взять эти же четыре датасета и дообучить уже Sber модель на них. Но при этом никто готовый Sber модели выкладывать не собирался и не собирается. Ну и опять же призываю вас пойти на доклады коллег, которые будут 28 числа. Это что касается врагов. Врагов в кавычках, потому что на самом деле мы с ними не враждуем. Но тут враги скорее враги в классовом смысле. Враги open source. А насчет друзей, есть Open Assistant, очень большой проект, международный. В нем достаточно большое русское комьюнити. Приходите к ним в Discord, задавайте вопросы, размечайте данные. Это все очень полезно. И если вы обратили внимание, в SIG мы тоже используем данные из Open Assistant. И картинка здесь вот, она не просто так здесь стоит, потому что Sber и Яндекс мало того, что закрытые, они еще и медленные. Ну то есть условно первая версия SIG появилась месяц назад, до того, как появился GigaChat и уж тем более Яндекс.GPT. То есть на самом деле, благодаря тому, что этим занимаются несколько человек, мы можем это делать очень быстро. Условно выходит статья, три дня мы ее прочитали, три дня ее реализовали. Как вышло с Альпакой, например. Нам не нужно ничего ждать, нам не нужно никаких согласований просить, и так далее. Поэтому можно очень быстро ретироваться. Как можно помочь? Ну, четыре пункта. Во-первых, руками. Самый основной. Если хотите походить, если хотите сделать какие-то задачи в анкопроект, пожалуйста. Второй деньгами. Ссылки на PayPal и на CloudTips есть в Redmi. Третий – железом. Ну, понятное дело, с GPU стоит денег. Конкретно сейчас я константно арендую на VASTII RTX 3090. Этого хватает, например, для 7-миллиардных моделей и 13-миллиардных моделей. Но, например, я не могу там дообучить 30-миллиардную модель. Мне для этого приходится арендовать новую машину. Соответственно, хотелось бы, конечно, чтобы кто-то нам просто дал GPU, где больше 24 гигов памяти. В идеале, А100. Вот А100 – это мечта. Ну, и, соответственно, лайками можно помогать. Просто лайкайте репозиторию на GitHub, лайкайте модели Fragging Face – это уже неплохая помощь. Как минимум потому, что так больше людей об этом всем узнает. Ну и мораль всей презентации. Мораль очень простая. Во-первых, если вы OpenAI или другая крупная компания, то, что вы не опубликовали модель и не опубликовали код, вас никак не спасет. Потому что можно просто спарсить ваши ответы, и этого, в принципе, будет достаточно, чтобы поднять open-source модели до уровня вашей модели. Второй момент. Ну, да, это, соответственно, позволяет закрывать разрыв между закрытыми и открытыми моделями. Второй момент. Для большинства, наверное, задач в NLP больше не нужна ручная разметка. Это очень важно. То есть, условно, если у вас есть задача, я нулевой способ ее решения – собрать датасет с помощью ChatGPT, и дообучить какую-то другую модель на этом датасете. Скорее всего, это будет давать наиболее хорошее качество. И, ну, ладно, и минус первый вариант, и минус первый способ решения вашей проблемы – это просто использовать ChatGPT, потому что это дешево. Ну и последний пункт того, что стоит вынести из этой презентации. До русского языка существует. Относительно, потому что лама открытой модели. Вот. Поэтому, если, опять же, вы хотите построить какое-то решение, можете рассмотреть и этот вариант тоже. На этом, наверное, все. Здесь вот есть какое-то количество ссылочек. Первые две ссылки – это на… Первый на код, вторая на демо, из которой, собственно, были гифки в самом начале. Другие ссылки на статьи. Все, что использовалось при построении моделек, все тут написано. Ну и кроме того, из-за того, что мы в этом режиме, вы можете видеть, что там есть еще три слайда, но, наверное, я бы хотел про них рассказать после вопросов. Так. Да, Илья, спасибо. Слушай, вот у меня первый вопрос такой. Получается, сейчас мы не можем использовать твои модели, да, в коммерческих целях, но ты планируешь, да, обучить какие-то модели коллег, которые будут не основе ламмы, да, и планируешь ли ты их выложить, чтобы мы могли все-таки их использовать по-честному? Отлично. И тут мы переходим к первому бонусному слайду, потому что я ожидал этого вопроса. Прикол в том, что открытые версии ламмы отвратительно в русском языке. Я не знаю, почему так вышло. Казалось бы, они собирали все по гайдлайнам, которые написаны в статье про ламму, но по факту работает все отвратительно. Ну, то есть я дообучил OpenLama, которая последний чекпоинт, и она работает, даже на десяти примерах, которые у меня были, тестовых, она работает гораздо хуже, чем оригинальная лама. Я пока не очень понимаю, что с этим делать. Я попробую еще MPT и красную пижаму дообучить. Возможно, они лучше, но с точки зрения токенизаторов, они все отвратительны по сравнению с ламмой. К сожалению, дела обстоят вот так. Вот. Так, спасибо. Давайте тогда перейдем к вопросам из зала, чтобы не подумали, что у нас подстроено, раз так вышло. Спасибо за доклад. У меня вопрос. А как вы проверяли качество сгенерированных GPT-датасетов? Потому что у меня тоже были эксперименты на эту тему, и, скажем так, не всегда GPT делает что-то адекватное. Вообще вообще неадекватное, чем адекватное, особенно если тематика какая-нибудь узкоспециализированная. Вот. Окей, да. Ну, на самом деле я вскользь по этому прошелся. То есть именно первый датасет по рутеру Бальпаку мы валидировали. То есть я разметил сам 400 примеров. Из них более-менее приличное качество было в 80% инструкции, и более-менее приличное качество ответов в 60% инструкции. Ну, и потом я еще попросил людей из разных чатов и из разных NLP-каналов разметить этот датасет, и там циферки чуть лучше, но примерно того же порядка. Ну, и в целом 90% качества инструкции достаточно для того, чтобы обученная модель генерировала что-то адекватное. Ну, то есть на самом деле есть же совсем недавняя статья, Лима, про то, что достаточно даже тысячи хороших примеров для того, чтобы модель стала работать адекватно. Ну, и в принципе вот такого уровня шума все еще достаточно, чтобы модель хорошо работала. Илья, привет, спасибо за доклад. Я хотел уточнить вопрос на тему лицензий. Вот ты там сказал, что в принципе сейчас уже не для каких-то NLP-задач уже в принципе можно просто в GPT кидаться и генерировать разметки для данных. Но вот вопрос тогда, если я, например, какую-нибудь библиотеку для узкоспециализированной NLP-задачи, например, делаю и для нее использую разметку от GPT, все ли ок у меня там с правами и так далее. Я правильно понимаю, что если я не делаю языковую модель на их данных, то я вроде как с OpenAI не конкурирую? Тут два момента. Во-первых, в Terms of Use явно написано, OpenAI передает права, все права на выходы вам. То есть с этой точки зрения проблем нет. Проблемы, да, начинаются, когда вы разрабатываете модель, которая будет конкурентом OpenAI. Но, во-первых, в России OpenAI не работает в принципе. Поэтому делая все, что угодно в России, вы не конкурируете с OpenAI. Во-вторых, действительно, если вы не делаете языковую модель, то никаких проблем не должно быть. Супер, спасибо. Так, спасибо. Еще вопросы? Я вижу в чате на ютюбе вопрос, подходит ли я LM от Яндекса как базовая модель. Она 100 миллиардов. Я с трудом 30-ти миллиардную модель за инфил. В смысле, я заобучил на 30-ти миллиардную модель. 100-ти миллиардную модель мне страшно обучать. Она не влезет, не... Только вас то влезет. И то с нормальной квинетизацией. Ну и к тому же она достаточно древняя. Мне кажется, по качеству она сильно хуже, чем Lama. Так, привет. Спасибо за доклад и за то, что вы делаете с ребятами. Вот. Вопрос про открытые модели на русском языке. Там до Lama еще Facebook выпускал XGLM-ки. Там их несколько. Они мультиязычные. И я смотрел, там аж 6% русского языка в выборке. Не пробовали с ней что-нибудь делать? Она вроде на 70,5 миллиардов есть. Пробовали. И даже оно есть на HackingFace, если я правильно помню. Но оно работает примерно так же отвратительно, как M-T0. Опять же, по загадочным совершенно причинам. Давайте-ка я попробую даже найти сейчас. Или я не выложил на HackingFace. Наверное, не выложил. Но она была настолько плоха, что я ее не выложил. Но я ее пробовал обучать, да. Понял. Спасибо. Тогда еще вопросы. Сейчас насчет XGLM я добавлю, что для некоторых задач она достаточно неплоха. У Ильи Казиева был набор постов про то, как он использовал XGLM для разных его задач. И там она, в принципе, рвала RGPT. Но это, возможно, связано с тем, что RGPT – миллиард, а XGLM – 7 миллиардов. Так, большое спасибо за доклад. У меня вот такой вопрос. Модель позиционируется как для русского языка, а как она будет вести себя с английским языком? Придет пользователь и задаст вопрос. Насколько хорош будет ответ или плох? Окей, у меня есть логи общения с англоязычными юзерами. На самом деле рандом. Семимиллиардная модель. Если ей достаточно длинное английское сообщение написать, то она переключается на английский. И, в принципе, работает более чем адекватно. Но если там написать условно high, то она ответит на русском, скорее всего. Но, опять же, если продолжить диалог на английском, она переключится в какую-то нею. Большое спасибо за ответ. Так, есть ли еще вопросы? Так, пока нет. Илья, слушай, хотел от себя вопрос. Меня вот очень интересует такой момент. В какой-то момент времени, там, может быть, год назад, стали очень популярны различные модели с памятью, там, наподобие ретро. И кажется, что они решают очень важную задачу, да, задачу переобучения. И, например, появилась новая статья, сегодня вышла. И модель, которая обучалась вчера, она, собственно, не сможет ответить на вопрос по этой статье, если ей напрямую не передать контекст. Да, я уже вижу, что ты открыл прямо код. Расскажи, пожалуйста, подробнее, какие планы и что с этим делать. Ну, у нас давно стояла задача прикрутить ретрибл к модельке. Она была все время в бэклоге, потому что это как будто бы не очень сложно делается. Но в целом, опять же, есть фанкчейн, есть лама индекс, есть огромное количество библиотек, которые позволяют языковую модель прикрутить к какой-либо базе данных. Условно, вы имбедите ваши документы, используете классический ретрибл пайплайн для этого, и потом в контекст вашей модели подпихиваете эти документы. То есть вот здесь делается ровно это, условно, есть какая-то база данных. Я беру сообщение юзера, ищу элементные документы, подпихиваю их в контекст и прошу Сайгу на основе этого контекста ответить на вопрос. И это работает. Ответил я на твой вопрос? Супер, да. Да, звучит отлично. Так, давай посмотрим, есть ли у нас еще вопрос онлайн. Окей, есть вопрос, гарантирует ли OpenAI конфиденциально сходить данных для коммерческого использования? Зависит. Если вы напрямую заключаете договор с ней, то, конечно, да. Если вы используете, ну, просто ходите в API, то как будто бы тоже да. А вот если вы общаетесь с ChatGPT через веб-морду, то бишь через вот этот интерфейс, то тут у вас, наоборот, гарантируется, что OpenAI будет использовать ваши данные. Да, насколько я помню, был кейс с кодом от Samsung, да, когда после определенного обучения можно было этот код, собственно, получить из модели. Да, ну, это вот касается именно веб-морда. То есть, если вы ходите в ChatGPT через API, то как будто бы все конфиденциально. Но, опять же, никто не знает, насколько надежна система OpenAI, учитывая, что у них уже были случаи утечек. Да, спасибо. Давайте я последний слайд расскажу, если вопрос. Давай, да. Нет? Ну, это Сайга, собственно, просто, чтобы… Вы, возможно, не видели Сайгу, но она выглядит вот так. Я удивился, когда ее увидел. А второй слайд такой, мой комментарий по поводу всей секции. Ну, и он такой, ваш RL не нужен. На самом деле, еще Игорь говорил три аргумента в пользу RLHF. Там был аргумент про то, что добавляется негативный фидбэк, и я с ним согласен. Был аргумент про то, что модель, обученная на RLHF, лучше отвечает «не знаю» на вопросы, в которых она не знает. И я с ним не согласен, мы с Игорем по этому поводу спорили. И был аргумент, еще какой-то один, но он не так важен. Важно, что в RLHF, с моей точки зрения, важны только последние две буквы. RL вам не нужен. И есть даже статья про то, как в SFT pipeline запихать human feedback. Она называется chain of hindsight. И суть в том, что мы просто, когда учим модель, мы учим одновременно и хорошему ответу, и плохому ответу. То есть, условно, есть ответ A и B. A лучше, чем B. И перед ответом A мы пишем A is a helpful answer A. And unhelpful answer B. Ну, то есть, мы просто в SFT pipeline запихиваем оба варианта ответа. И это работает, опять же, по заверениям авторов статьи, лучше, чем RLHF. Что в целом как будто бы подтверждает в моей точке зрения, что core аргумент не валиден. Вот. Супер. Как раз ты закончил на такой холиварной ноте. Я думаю, что можно это будет сейчас обсудить все в чатиках. Плюс обсудить это все на нашем автопате, который потихонечку начинается. Тебе, Илья, огромное спасибо за доклад. И огромное спасибо за то, что вы все свои наработки выкладываете в open source. Вы вносите огромный вклад в развитие вообще как различных моделей. До этого у тебя есть крутые модели по саморизации, так и теперь крутые модели по instruction tuning. Так что огромное тебе спасибо. И хочу сказать спасибо всем сегодняшним участникам. На мой взгляд, получился очень крутой оффлайн день со смешанными оффлайн-онлайн докладами. И наша секция, которой я занимаюсь вместе с Игорем по instruction models плюс RLHF, она, собственно, выстроилась так, как мы и планировали. Получились доклады, которые друг друга дополняют. И я всех призываю обязательно послушать вторую часть. Я подробно опишу анонсы про нее. Она будет дополнять первую с точки зрения применения у крупных компаний, у гигантов. И узнаем, как это все происходит. У них, скажем так, будет не просто трек, а практически такой курс для новобранца в теме Instruct Models плюс RLHF. Все. Всем спасибо. На этом считаем наш сегодняшний оффлайн день закрытым. Всех рад был видеть. И присоединяйтесь к нам дальше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok